В подарок выставке Экспо Караганинская область начала строительство крупнейшего центральной Азии солнечной электростанции. Станцию на солнечных батареях стоимостью 139,5 миллионов евро возведут в городе Сарань. Финансируют строительство инвестиционные группы из Чехии, Словакии и Германии. Сегодня глава региона Ерлан Кошанов и инвесторы проекта торжественно объявили о начале строительства. На возложение первого камня побывала и Фариза Улбаева. Солнечная электростанция станет самой крупной не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. Строительством станции займется фирма СС Сарань. В реализации проекта участвуют крупные базовые партнеры Шнайдер Электрик и Грасс Инженер Инки из Германии. По словам главы региона Ерлана Кошанова, инвесторы шли к этому проекту почти 7 лет. Я в первую очередь хотел бы поблагодарить наших инвесторов, наших европейских партнеров, в первую очередь за то, что они выбрали именно карагандинскую землю для реализации данного проекта. Действительно, развитие возобновляемых источников энергии – это поручение главы государства. И сегодня мы в области делаем первые шаги в реализации поручения главы государства. Мощность новой электростанции составит 100 мегаватт. Она займет площадь 160 гектаров, где разместятся более 370 тысяч панелей, которые будут преобразовывать солнечную энергию в электрическую. Электроэнергия, вырабатываемая солнечной электростанцией, будет достаточно дорогой – 36 тенге за 1 киловатт. Чтобы карагандинские потребители не ощущали на себе дорогую стоимость электроэнергии, она будет распределяться на все базовые источники энергии. То есть через крупные базовые электростанции, сжигающие органическое топливо, будут продавать эту энергию как свою. Зеленое электричество будут поставлять потребителям не только Сараньского региона. Она дорогая на первом этапе. На первом этапе эта электроэнергия дорогая. Она дороже базовой всех наших базовых генераторов на первом этапе. Но эта энергия дорогая в период окупаемости. После периода окупаемости эта энергия, эта электростанция становится конкурентным преимуществом того региона, где находится. То есть в период окупаемости пока дорогая, за нее платят через базовые источники все население, все юридические лица Казахстана, учитывая, что доля в общем объеме у нас пока маленькая. Все за нее платят. Но вклада в конечную цену она как такового не обеспечивает. Выкуп электроэнергии Саранской солнечной электростанции будет обеспечивать централизованно в течение периода срока окупаемости проекта. Примерно в течение 8 лет. Как отмечают инвесторы, жители Сарани и Карагандинской области в целом не будут ощущать на себе дорогую электроэнергию. Да, у нас стоит 1 киловатт около 36 тенге. Но когда возьмете, например, что обсуждал парламент, какие цены электричества, например, в Алматы, то мы знаем, что там тоже не 8 тенге киловатт, что там тоже другие цены. Потому что цена электричества, к сожалению, не регулирована у вас. Строительство солнечной электростанции в будущем решит проблему нехватки электрической энергии для промышленных предприятий Караганды. В то же время возведение предприятия не несет вреда экологии. Караганда хочет развивать свой промышленный нос. И есть нехватка электрической энергии. А вот это один вклад для того, чтобы бить. А во-вторых, надо знать, что Казахстан принял парижскую конвенцию, которая была принята за счет возобнования источников энергии. А это вклад в эту парижскую конвенцию. Проектная мощность в год составит 145 миллионов киловатт-час. И такая солнечная электростанция, по словам инвесторов, будет работать не меньше 15 лет. И после этого срока, скорее всего, продолжит свою работу. Производимой здесь электроэнергией будет пользоваться весь Казахстан. Проект строительства солнечной электростанции в Саране вошел в число инновационных и будет презентована международной специализированной выставке Экспо-2017. Солнечная станция, расположенная в городе Сарань, будет способствовать снижению затрат ресурсов и бережному отношению к окружающей среде. Проект стоимостью 140 миллионов евро начнет свою работу в 2018 году. Фаризал Баба, Улжас Габбасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова